В июне 1890 года мистер Уильям Монро, учитель частного колледжа из небольшого городка Терсон на самом севере Шотландии, совершал прогулку по морскому пляжу у пролива Петлендферд. Вдруг он увидел некое существо, сидящее на выступающем из воды камне. Существо было похоже на женщину. Оно приглаживало руками длинные пряди своих черных волос. Заметив человека на берегу, странное создание соскользнуло с камня и скрылось в море. Монро был ошарашен. Местные жители часто рассказывали о таинственных обитателях моря в женском обличии, которые пугают купальщиков. Но учитель всегда считал это обычными сказками для устрашения непослушных детей. Теперь же его неверие было в один миг разрушено. Не было никаких сомнений, что Монро столкнулся с тем самым существом, которое в народе именуется русалкой. Он тут же послал заметку в лондонскую Таймс, где очень осторожно описал то, что увидел в море. Голова существа была покрыта волосами каштанового цвета. Лоб выпуклый, лицо пухлое, щеки румяные, глаза голубые, рот и губы естественной формы, похожие на человеческие. Тело, руки и пальцы того же размера, что у взрослого человека. То, как это существо использовало пальцы при расчесывании, не предполагает наличие перепона. Но я не уверен. Заметка в Таймс сразу вызвала бурную реакцию читателя. Кто-то обвинял Монро в психическом расстройстве и галлюцинации. Кто-то всецело поддерживал его. Но за жарким спором, разразившимся на страницах респектабельной английской газеты, затерялся самый главный вопрос. А что же это за существа такие? Русалки. Предания о русалках можно встретить в мифологиях почти всех народов мира. У этого существа, как оказалось, есть множество имен. Славяне называли их навками, марианнами и болотницами. У древних римлян и европейских варваров это наяды, океаниды и сирены. Первым письменным упоминанием о них можно считать поэму Гомера «Одиссея». Древнегреческий поэт писал, что сирены особыми звуками вводили моряков в транс. И те, забыв все на свете, подплывали к волшебному острову морских див и погибали вместе с кораблями. На самом деле русалки и сирены – это совершенно разные существа. И сирены первоначально были с крыльями, не только с крыльями, но и с лапами. Вот в этом отличие, великое отличие русалки от сирены. А сейчас уже их смешали вместе, соединили вместе, и поймешь, где русалка, а где сирена. Эти существа упоминались еще при царе Навуходоносоре. Бог Солнца Ано и богиня Луны Атаргатис изображались в образе полурыб, полулюдей. Жители Вавилонского царства верили, что Солнце и Луна, заканчивая свое путешествие по небу, погружались в море. Именно поэтому их тела должны были быть подходящими для жизни и на суше, и в воде. В средневековой Европе полагали, что русалки – это ангелы. А на Востоке их страшно боялись, так как коварные девушки с рыбьими хвостами якобы завлекали мужчин в свои сети для того, чтобы поедать их плоть. И, поверьте, это появилось неспроста. Когда фенекийцы были самыми ведущими мореходами среди всех народов и кораблестроителями, они, значит, для того, чтобы умилостивить бога морей при спуске корабля деревянного, они плали девственницу поперек, причем выбирали красивую девушку. И этот корабль ее как бы переезжал, естественно, разрывал надвое. Весь нос корабля был забрызган кровью и считалось, что это вот дань морскому царю. То есть и вот эти девушки, якобы покойницы, они никуда не исчезали, их души уже становились озлобленными, они начинали мстить морякам, купцам, рыбакам. Это предание можно принять за типичную сказку. Но не все так просто. Не так давно болгарские архивариусы обнаружили документ, где описываются странные события, которые произошли в 1785 году на мысе Калиакра в 60 километрах к северо-востоку от города Варна. Стоял последний день весны. 20-летний парень Радко Вокулак из деревни Болгарева поздним вечером отправился проверять рыболовные сети. Живым его больше никто не видел. Труп юноши нашли на следующее утро. Все тело было усыпано рыбьей чешуей, а сам несчастный оказался полностью запутан в тени. При этом в руке он сжимал кусок старой рыболовной сети. Поначалу жители деревни предположили, что на Радко напали бандиты, которые орудовали в тех краях. Было известно, что в течение месяца некие злоумышленники опустошали чужие сети. Предполагаемых грабителей задержали и допросили. Однако на момент убийства у всех подозреваемых оказалось алиби. Они находились на свадьбе в соседней деревне. Спустя сутки после задержания злоумышленников на берегу у того же мыса Калиакра рыбаки обнаружили еще одно тело. Это был 25-летний Живко Баджиев из той же деревни, что и Радко Вокула. Тело новой жертвы было также в рыбье чешуе, тине и со следами удушения на шее. В течение месяца на берегу у мыса Калиакра таинственным образом погибли 15 молодых мужчин. Вечером они отправлялись к морю проверять или снимать сети, а на следующее утро их тела находили на берегу. Через некоторое время по округе поползли слухи, что в деревню Болгарёва вернулось проклятие, наложенное несколько веков назад. Об этом проклятии знают все местные жители. Это так называемое коварство навки. Суть его заключается в том, что если хоть кто попробует поймать русалку или причинит ей вред, то эти существа будут мстить, пока не уничтожат всех мужчин деревня. То есть, с одной стороны, это красавицы, а с другой стороны, злобные существа, обитающие в воде, которые, в общем-то, нападали на моряков, на рыбаков и так далее. Когда существует множество легенд, причем легенды у разных народов и в разных концах света, значит, вот ищи, значит, что зерно, которое породило эти легенды, значит, какое-то зерно правды должно быть. В конце 70-х годов 20-го столетия канадские историки работали над архивом военно-морского ведомства. В одном из старых судовых журналов исследователей заинтересовала следующая запись. 25 мая 1610 года в портовую гавань Сэм-Джонса, провинция Ньюфаунленд, зашли несколько датских кораблей. При прохождении ворот в бухту моряки увидели странное существо. Голова, черты лица, шея, грудь, как у женщины, а все остальное рыбье. Существо пыталось взобраться на один из кораблей. Моряки страшно испугались и отказались швартоваться к причалу. Месяц спустя в Дувре, английском порту, произошло что-то похожее. В момент, когда экипаж судна готовился подойти к пристани, нечто с телом женщины и рыбьим хвостом атаковало корабль. Британский путешественник Генри Хатсон, который в тот момент находился на борту, записал в своем дневнике. Вечером мы увидели русалку. Ее спина и грудь были женские, но она была крупнее даже обычных мужчин. Кожа белая, длинные черные волосы, хвост пятнистый, как у макрели. Чуть позже очевидцы происшествия доложили на берег о странном существе. Когда стали разбираться, то решили изучить судовые журналы известных мореходов. И вдруг оказалось, что даже Колумб и члены его команды видели подобных существ. Колумб видел человеческие лица, женские девичьи лица, видел женское красивое тело, правда, с чешуей. Про хвост он ничего не пишет. Вот это очень интересно. То есть это все наводит, вот эти многочисленные свидетельства наводят на мысль, что речь идет о нескольких видах или родах этих существ, которых наблюдают буквально по всему земному шару. От наших болот, буквально Московской области, до через Черное море и в Средиземное море, и дальше в Атлантику или в Индийский, в Тихий океан. Спустя столетия после инцидента в Дувре о русалках заговорили датские моряки. Многие были уверены, это не чистая сила, а происки дьявола. И необходимо что-то предпринимать, чтобы обезопасить моряков от неожиданных встреч с коварными обитателями океанских глубин. В 1723 году, чтобы положить конец спекуляциям и спорам вокруг подобных наблюдений, власти Копенгагена решили создать так называемую Датскую Королевскую комиссию. Чиновники от науки и государства хотели, чтобы эта комиссия доказала следующее. Слухи о русалках имеют вполне обычное земное объяснение. Никакой нечистой силы и происков дьявола не может быть и в помине. Любого, кто утверждал бы обратное, предписывалось объявлять смутьяном, нарушающим закон. Но случилось все наоборот. Комиссия не только ничего не доказала, но и сама стала свидетелем странного существа, правда не в женском, а в мужском обличии. Существо было замечено с борта судна. Оно с гневом взирало на членов комиссии, фыркало, затем ушло на глубину и больше не показывалось. Пришлось объявить в Дании официально, что русалки и водяные существуют. Русалка – это не обязательно женщина и не обязательно живущая постоянно в воде. То есть она дышит кислородом, дышит воздухом и находится в воде только в времени, необходимое ей для поиска пищи или для каких-то отправлений жизненных. Первоначально русалка была вообще без хвоста. То есть в самых первых преданиях, еще исходящих из древних легенд, еще шумерских личных сказаний, там русалка или русал, они были независимо от пола, просто встречались и была русалка он, и была русалка она. То есть никаких вот таких половых разделений не было. И о хвосте речи не шло. Через 30 лет после того, как Датская Королевская комиссия по русалкам объявила, что эти обитатели моря не являются плодом больного воображения, в многотомной истории природы Норвегии известный и очень авторитетный епископ Эрик Пантопедан написал эпиграф главе земноводной. Найдутся сотни очевидцев с безупречной репутацией, которые подтвердят, что видели подобных русалкам существ. Встречи с русалками нередки и в наши дни. Причем, как утверждают очевидцы, загадочных морских див чаще всего можно встретить на побережье Черного моря в районе Одессы и в Крыму в районе Балаклавы. Местные жители рассказывают, что иногда натыкаются на странных существ, выброшенных в шторм на берег. Люди убеждены, это и есть русалки. Они довольно быстро приходят в себя и уплывают в пучину. Русалки в принципе чем-то даже на нас похожи, то есть просто более приспособлены к питанию на морских глубинах. То есть они могут дышать под водой и для них созреднено дыхание чистым кислородом. У них созреднено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Есть предание, что русалка не может существовать без возобновления потомства. Но получить это потомство она может только в паре с обычным земным мужчиной. Но как добиться суженного? Вот тут и вступает в силу коварная сущность морской дивы. А коварство заключается в том, что русалка должна сначала обольстить избранника, покорить своей красотой, вскружить ему голову. И когда несчастный влюбленный теряет рассудок и идет в объятие обольстительницы, та начинает щекотать его до смерти, после чего уносит с собой на дно. А дальше в морской пучине мужчина оживает и проводит остаток своих дней в стае русалок. То есть фактически и желание продолжить род, получить какого-то себе, заполучить в своей руки такого-то самца, чтобы продолжить род, это биологическая причина нападения ее часто на купающихся молодых людей, которые потом едва уносили ноги из этих болот, из этих озер. То, что произошло как раз с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тургенев был большим любителем охоты и постоянно бродил по местным лугам и оврагам в поисках дикого зверя. Однажды он забрел очень далеко от своего поместья, в совершенно незнакомые места. Была середина лета и стояла страшная духота. Неожиданно писатель наткнулся на скрытое в камышах озеро. Измученный жарой он решил искупаться. Разделся и прыгнул в воду. Начал плескаться и вдруг почувствовал, что сзади кто-то дотронулся до спины. Тургенев обернулся и увидел странное существо. Оно было все в тине. Лицо вроде человеческое, но с чертами хищного зверя. А в глазах стояла непередаваемая похоть. Тургенев был не робкого десятка и охотник и очень такой крепкий человек физически. Он испугался, как все боятся этих существ непроизвольно, подсознательно. И рванул, значит, с соженками рванул к берегу. На берегу это вот существо выскочило вслед за ним на берег и продолжало его преследовать с легкостью плечу. Волосатая тварь двигалась явно быстрее. Она не отставала от писателя, держалась за ним на расстоянии вытянутой руки, на ходу дотрагивалась до спины беглеца и издавала какие-то звуки. От этого писателю становилось только страшнее. Неизвестно, что было бы дальше, но тут Иван Сергеевич выскочил на лужайку, где местный мальчишка Паскаров. Пастушок огрел волосатую тварь своим кнутом и та повернула назад. Тургенев потом написал рассказ о своих злоключениях, но так и не решился его опубликовать. А позже он отправился во Францию и в салоне парижской певицы Полина Виардо всем поведал об этой удивительной истории. Среди гостей оказался писатель Гидом Апасан. Он записал услышанный рассказ и позже опубликовал его под своим именем. Новеллу Апасан назвал «Ужас». Документально зафиксирована история, которая произошла в Западной Сибири на одном из лесных озер в 1952 году. На берегу водоема отдыхала молодая пара. Ничего не подозревающий парень пошел купаться и вдруг неожиданно рядом с ним вынырнула русалка. У Дивы были большие синие глаза и длинные черные волосы. Русалка с улыбкой протянула к парню руки. Испугавшись, молодой человек поплыл к берегу, на которой ему помогла выбраться из воды его спутница. Как оказалось, девушка прекрасно видела, что происходит в воде. Но русалка не успокоилась. Она выпрыгнула из воды прямо перед девушкой, вырвала у нее платок и, рассмеявшись, нырнула в воду. Местные старожилы потом поведали молодой паре, что в этом озере действительно обитают русалки. Поэтому никто и никогда здесь не купается. Было бы наивным считать, что информация о русалках интересуются только их теологи, криптозоологи и собиратели фольклора. Еще во времена Холодной войны эти существа попали в поле зрения военных структур. Спецслужбы разных стран пытаются изучить русалок, найти их, поймать их. Они используют эхооружие, эхолокаторы специальные, подводные, то есть подается в очень высокий импульс под водой или звуковой сигнал, который губит все живое. Дальше на берег выбрасывается все, что погибло в определенном месте. Не так давно был снят гриф секретности с одного из документов, где описываются события, которые произошли в 1982 году на западном берегу Байкала. На озере проводили тренировочные сборы боевые пловцы Забайкальского военного округа. Когда аквалангисты погрузились на глубину 50 метров, то вдруг столкнулись лицом к лицу с существами ростом более трех метров. Сначала боевым пловцам показалось, что тела существ обтянуты в какие-то блестящие одежды, а головы скрыты под шарообразными шлемами. Но, как оказалось, это не были гидрокостюмы и акваланги. Чем странные обитатели подводного мира дышали под водой, боевые пловцы так и не поняли. Визуальный контакт был вполне миролюбивым. Чтобы разобраться в загадке, командующий учениями приказал поймать одного из странных существ. Была сформирована специальная группа из самых опытных аквалангистов, вооруженных тонкой прочной сетью. В момент, когда охотники пытались набросить сеть на одного из существ, некий мощный силовой импульс мгновенно вытолкнул всю группу на поверхность. В результате резкого всплытия без необходимых остановок для декомпрессии все члены команды заболели кессонной болезнью. Кто это был, так и осталось загадкой. Сами существа в этой части Байкала больше не появлялись. Дело в том, что разумные обитатели подводной глубины осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко когда сами как-то выходят на контакт или поднимается поверхность, общение с ними может нам дать знание о подводных глубинах. То есть у нас есть земля, воздушная среда, у нас есть подводная среда. И там, и там скрыто очень много информации разного рода и тайн, и инструментов, возможностей. Несколько лет назад Американское национальное управление океанических атмосферных исследований вполне серьезно заявило. Русалки существуют и обитают в водоемах по всему миру. Специалисты управления утверждают, что первые упоминания о коварных красавицах с рыбьими хвостами встречаются в наскальных рисунках, сделанных в конце палеолита около 30 тысяч лет назад. Именно тогда люди начали осваивать мореходство. И именно тогда первые мореплаватели стали встречать в морской пучине русалок. А потом изображать увиденное в виде наскального творчества. Пресс-секретарь Национального управления океанических и атмосферных исследований Сэнди Никсон не так давно рассказал в интервью изданию Weekly World News, что по крайней мере 65 экспертов, занимающихся изучением русалок, собрались на Таити, чтобы проанализировать все известные данные об этих обитателях морских глубин. В результате ученые пришли к выводу, что гибрид человека с хвостом рыбы действительно живет среди нас. Эксперты говорят, что большинство русалок обитает в теплых водах Карибского бассейна и Средиземноморья. Но они также были замечены в Тихом океане и в Южной Атлантике. Также есть данные, что на одной из американских военно-морских баз находится секретный океанариум, где в особых условиях содержится несколько пойманных особей этих существ. Но место, где расположен этот океанариум, тщательно скрывается правительством США.